МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДЖИФЕРСОН ВЕСЕ СБИТ, НО ПРОДОЛЖАЕТ ИТИ ВПЕРЕД. Он просто не понимает, что такое отступление. Но если он будет продолжать в том же духе, то узнает смысл слов, нокаут и сотрясение. Черт, ты не можешь боксировать с этим парнем. Что ты делаешь? Удар просто приподнял его над рингом. Боже мой, чувак, боже мой, боже мой, что происходит? Уходи. Хватит. Уходи. Только посмотрите на это. Маркс. И он получает правый хок. Да, сэр, в чем дело? Да, как поживаете? Хорошо, без проблем. В какое время они вам нужны? В 30.00 в сборочной. Без проблем, сэр. Я соберу ребят вместе и... Нет, я не общался с Майком. Наверное, где-то 8 месяцев назад уволился. Я могу взять Бейли и Робинсона. Они только что вернулись и еще не... Сэр, насколько я знаю, Майк еще не прошел квалификацию. Сэр, при всем уважении, я думаю, что... Да, сэр. Да, сэр, я все понял. Все будут там в час дня. Включай Майка. Вас понял. Хорошо. Вы свяжетесь со своим премьер-министром. Объясните ему, что теперь все контролирую я. Премьер-министр не будет общаться с вами. Но если вы отпустите мою семью, можете делать со мной, что захотите. Все хорошо, дорогая. Я не дурак. Ты свяжешься со своим правительством. ПОДПИСМЕНТОВ АПЛОДИСМЕНТОВ ОПРОДИСМЕНТОВ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Сдавайся, Мавлади. Я убью его, клянусь богом. Больной ублюдок, я могу убить тебя прямо сейчас. Мавлади. Марко. Марко же твой братишка, не так ли? Я убью этого человека. Убью его. Может, убить его вместо тебя? Что скажешь? Придется отпустить его. Что? Мавлади, ты знаешь, чем это кончится. Давай поищем решение. Позади тебя есть выход. Ты вернешь нам заложников, мы вернем тебе брата. Вы уйдете отсюда, и никто не умрет. Уговор? Хрень собачья. Наше задание – спасти заложников, а убить его мы еще успеем. А если он убьет кого-то еще? Это можно решить только силой. Только ее они понимают. Ты ошибаешься. Молчать, это приказ. Отпусти их, или твой брат сдохнет. Нет, сначала отпусти Марку. Убить их. Молчать, это приказ. Да, отличная работа, Мередит. По-моему, я попала вон тому в голову. Теперь мне не придется бояться этих мелких поганцев, да? Буду говорить, как Чарльз Бронсон. А ну иди сюда, ублюдок. Мне жаль, что я это услышал, но спорить не буду. Кстати, у вас прогресс, вы попали в бумагу. Ну что, я уже готова к пулеметам или к этим АК-47? Вы попали в бумагу, это прогресс. Да, я вижу. Ну давайте просто поработаем с этой штучкой немного, а потом... Хорошо. А про пулеметы поговорим потом. Да, хорошо, вы правы, не будем спешить. Отлично. Постреляем еще, да? Продырябим мужика. Майк, к тебе гость. Я занят, отдай их другим ребятам. Не могу, он попросил именно тебя. Я занят, отдай их другим ребятам. Я занят, отдай их другим ребятам. Чтобы попасть отсюда, нужна оптика. Может быть. У тебя в столе его нет случайно? Как Энджи и ребята? У Карли выпадают молочные зубы. Тревор наконец-то начал сам ходить. А Энджи? Энджи встречалась с Бэт на ту неделю. И как у нее дела? Черт, я не знаю, может, самую спросишь. Я не пытался с ней ругаться, просто... Надо было послушать меня. Я позвонил. Нет, Майк, это был не звонок. Это была реакция. Ты вспыльчивый, бро. Я всегда был таким, прямо как... А он тут при чем? При том, что из-за вас обоих погибли люди. Зверик готовит операцию, и ты нужен в команде. Не могу, я в отставке. Да, они тебя восстановили. Брифинг в 13 часов, будь там. Это приказ. Субтитры сделал DimaTorzok Ты вспыльчивый, бро. Всегда был таким, прямо как папа. А он тут при чем? При том, что из-за вас обоих погибли люди. Штаб-квартира морских котиков Слушай, я понимаю фразу «любовь с первого взгляда». Но откуда ты можешь знать, что эта девушка существует? У тебя есть всего одна фотография. Существует. Эй, ЛТ, ты уже видел снимок этой литовской девушки Торпа? Она латвийка. И она не моя девушка. Ты что, до сих пор не подкатил к ней? Время еще не пришло. Постой, я правильно понял? Ты встречаешься с какой-то коммунисткой, которая живет у черта на рогах. В существование которой ты веришь, исходя из одного снимка. И тебе даже не хватило смелости подкатить к ней? Время еще не пришло. Сочувствую тебе, Торп. Правда. Думаю, ты будешь первым в истории морским котиком, который умрет девственником. Хотя, может быть, тебе интересны не женщины. Если так, не бойся, вы МФ создали гораздо толерантнее. Да неужели? Кстати, я заметил, что ты пялишься, когда я качаюсь тут. Но за это тебя сложно винить. Ты знаешь, что в этих коктейлях есть сахарин? Господи боже, только не это. Сахарозаменители — это не шутки. Эти добавки вызывают привыкание. Когда крысам давали выбор, они предпочитали подсластителям кокаин. Реальный кокаин. А еще... Думаю, этого хватит. Говорю тебе, как медик, это угробит твое здоровье. Блендер просто бестолковый. Не стоит верить обзорам в сети. ЛТ, что за работа такая? И почему такая секретность? Не могу сказать. Дэрт просто хрень собачий, чувак. Меня просто тошнит от всех этих цирр и рушных хорей, у которых есть максимум одно яйцо, но которые приказывают нам, как выполнять свою работу. Крис? Мы ждали вас в час дня, они хотели посмотреть, где вы работаете. Агент Мэддекс, это лейтенант Маркс, один из лучших. Ребята, это агент Мэддекс и агент Рид. Они проведут для вас брифинг. Садитесь, господа. Крис? Простите, агент, пожалуйста, не трогайте это. Крис, это идет от самого верха, от президента страны. Их должно было быть четверо. Крис, где твой брат? Сомневаюсь, что он придет, сэр. Почему бы не пригласить кого-то еще, Робинсона или Бейли? Нет. Я знаю твоего брата не хуже тебя, и он не будет сидеть в стране, когда Родина зовет. При всем уважении, сэр. Майк, вы же не такой, каким вы его помните. Он прав. Я набрал пару килограмм. Здорово, Майк. Привет, Торп. Ты что, костыли на улице оставил? Как же я соскучился по этому. Командир? Рад видеть, Майк. Ладно, ребята, слушайте внимательно. Я передам слово этим двум джентльменам. Агенты? Это мои лучшие люди. Вы наслышаны о них. Морские котики США. Лучшие из лучших. Надеюсь, вы возвратите их мне в таком же состоянии, в каком получили. Вот что нам известно. Вы видите перед собой сверхсекретную базу США, расположенную в лесах Кавказа. Базу закрыли после холодной войны, а через три месяца наша разведка выдвинулась туда и продолжила сверхсекретные операции. Это маленький регион. Не знал, что мы туда вернулись. Поэтому база и сверхсекретная. Съел? Заткнись, Джонси. Посмеялись? Эй, не отвлекайтесь. Связь с базой потеряна. Мы не можем связаться ни с кем на базе последние 12 часов. И мы хотим узнать, почему. А их не могли захватить какие-то враждебные силы? Маловероятно. Это видео с нашего дрона. На этой базе и вокруг нее работали сотни ученых, инженеров и службы безопасности. Этот снимок сделан в 14.36. А этот в 14.37. Куда они делись? Хотите сказать, что всего за одну минуту больше ста человек испарились? Да. Именно это я и хочу сказать. Может, они вдруг побежали на какой-то черный четверг, например? Я слышал, что цены в такие дни падают просто ниже плинтуса. А может, вам стоит воспринимать это серьезней? Младший офицер Джонси, или как вас называют ваши приятели Джонси, два выговора за несубординацию, отрицательные оценки за плохое поведение. Да, а еще наибольшее количество спасенных товарищей в истории. Так что, поверьте, когда в поле вашу задницу подстрелят, лучше иметь рядом Джонси. Ну, то есть, если вы когда-нибудь пойдете на задание. Ладно, мудаки, слушайте сюда. Я говорил с президентом, и он лично рекомендовал вашу команду на это дело. Я возразил ему, потому что вы просто кучка неудачников, болтунов и пивососов, и не справитесь с заданием. Хотел отправить профессионалов, но он выбрал вас. Наверное, это как-то связано с тем, что мы спасли жизнь его дочери два года назад. Да насрать мне, кого вы там спасли. Я просто хочу узнать, что случилось на той базе. Над чем они работали? Это сверхсекретная база в неизвестном месте. Что они прячут? Секретные разработки, новое оружие. Это сверхсекретно. Но вы должны вытащить и это тоже. Ясно. Вы хотите отправить нас на сверхсекретную базу, построенную со сверхсекретной целью, и вытащили вашу сверхсекретную игрушку, прежде чем она уничтожит еще больше сверхсекретных людей? Именно. Это же хрень собачья. Командир, если мы даже не знаем, что это, как мы сможем найти это? Когда вы найдете это, то поймете. Изучаешь ландшафт? Разве ты не говорил, что ландшафт невозможно изучить по картам? Тут гораздо больше неизвестных, чем ландшафт. Придется делать все вслепую. Они много чего не договаривают. Да неужели? Но это наша работа, старик. Наша работа – это выполнить миссию и вернуть всех домой. Это намного сложнее сделать, с неполной инфой. Уж ты-то должен это понимать. Слушай сюда. Давай проясним кое-что, прежде чем отправиться на дело. Это моя команда, Майкл. Ты меня понял? Мне плевать, какая у вас дружба с ребятами. Ты будешь соблюдать мои приказы. И будешь держать себя в руках. Понял? Вас понял, Элки? Отлично. Тогда готовься. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Странно, правда? Ты о чём? Что Крис нами руководит, а Майк на нашем уровне. Ну, на моём уровне никого нет. Ну, ты понял, о чём я? Да, наверное. У тебя что, мнения нет? Ну, не знаю. Думаю, они оба получили, что хотели. Меня больше волнует, что мы найдём в этом учреждении. Правительство всегда что-то прячет. А ты в курсе, что ты тоже работаешь на правительство? Это другое. В интернете постоянно пишут про оккультные науки, вирусную инженерию, расщепление частиц. Кто знает, вдруг там разрабатывают жвачку, не теряющую вкус. Кстати, ты знал, что жвачку изобрели в этих краях? Люди собирали смолу деревьев и... Торп, прошу, только не начинай. ...и жевали её. Я не хочу это слушать. Твои бесполезные факты. Именно эту смолу под названием чикл мы жуём сейчас. Вот откуда пошли чикл с жвачки. Тебе нужно больше трахаться. Глупо заходить туда в дневное время. Когда президент приказывает, мы выполняем. Так что нам придётся подойти ближе, чтобы прикрыть ребят. Остальное решим там. Тут написано «Фабрика парфюмерии». А я чую запах только вранья. Ты это слышишь? Нет, ничего. Именно. Именно это меня и напрягает. Вокруг нет животных, нет птиц. Даже странных москитов не слышу. Если в этом лесу и было что-то живое, оно ушло. Расскажешь это позже своему психологу. Джонси, Торп, доложите ситуацию. Подошли к периметру, Элти. Нужны глаза. Да, мы одни. Отлично. Итак, ребята, идём через главный вход. Я вижу там внутри что-то наподобие лобби. Через главный вход? Да, в чём проблема? Мы что, новички? Пошли через чёрный. Ты что, шутишь? Нет, я серьёзно. Прекрати. И о чём? Ты же обещал слушаться. Да прекрати ныть, как девочка уже. Ненавижу, когда мама и папа ссорятся. Это моя миссия, и я решаю, что делать. Не нравится, тащи задницу обратно. Я предупреждал тебя об этом. Как я уже сказал, парни, идём через главный. Всем быть на чеку. Пошли. После вас, принцесса. Продолжение следует... Джонси, проверь Гейгер. Чуть выше среднего. Чуть меньше уровня, когда отсыхает член. Не страшно. Торп, звони в дверь. Готовьтесь. Пошли. Вперёд, вперёд, вперёд. Я один не вижу кругом трупы учёных. Нет, не один. СРУшники говорили правду. Ага. Но я всё равно им не верю. Сотня учёных не может просто взять и испариться. Наверное, спрятались в специальном убежище в глубине базы. За 60 секунд... Посмотрите-ка. Защищённые двери, продвинутые. С покрытием из сплава магния. Такие бы целую армию остановили. Ага. Только то, что произошло, случилось так быстро, что они не успели их закрыть. Они даже выстрелить не успели. Никаких признаков столкновения. Может, мы не так на это смотрим? Может, то, что здесь произошло, не пришло снаружи? Всё могло начаться изнутри. Ладно, продолжаем обход, парни. Джонси, Тор, поедите налево. Я и Майки направо. Оставайтесь на связи. Ну и что твои блоги про это говорят? Не знаю. Про нечто подобное ничего не слышал. Я думаю, что те придурки из ЦРУ подставили нас. Я согласился убивать террористов, а не призраков. Призраков не убьёшь. Они уже мертвы. 12 часов. Что это за хрень? Похоже на... Пепел. Хм. Хм? В смысле? Хм. Будто знаешь, что происходит. Вы же не видите? Случайно разбросанные кусочки пепла повсюду. Да, принял, Джонси. Тут тоже их полно. Ты подумай. Исчезли за мгновение, да? Будь на чеку. Пошли проверим сзади. Мать твою! Это чё такое? Похоже на код какой-то. Может, они были взломщиками кодов в каком-то фильме? Взломщики кодов. Взломщики кодов. Это никакой не код. Похоже на язык. Слева чисто. Справа чисто. Чувствуешь запах? Да, будто бекон. Лейтенант, мы кое-что нашли. Принял, Джонси. Все в северо-восточный сектор. Мы тут не одни. Эй, не двигайся. Мы морские котики США. Вот чёрт. Противник в северном отделении. Повторяю, противник в северном отделении. Стоять! Эй, стоять! Отличная работа, парни. Ага, отметим вас за содействие. Снимайте маску. Расслабься. Воздух чист, мы его проверили. Кроме дыхания торпа. Как тебя зовут? Изабелла. Вот как? Изабелла. Изабелла Феррейра. Я проверю. Что ты тут делаешь, Изабелла? В английский. Изучай образцы почв, но сейчас это неважно. Джонси. Изабелла, это Джонси. Он отменный врач. Проверит, всё ли с тобой в порядке. Хорошо? Давай, Изабелла, посмотри-ка сюда. Почему ты от нас убегала? У вас оружие. Не подумала, что мы пришли сюда помочь. Может, я начну задавать вопросы? Парни. Изабелла, глубокий вдох. Я думала, вы... нечто другое. Хорошо, всё хорошо. Она в порядке, лейтенант. Нечто другое? Например. Команда зачистки. Те, кого засылают, чтобы утихомирить ситуацию. А с какой ситуацией мы сейчас имеем дело? А что вам рассказали об этом месте? Что здесь работают над секретным проектом? Секретный проект. И всё? Эй, а ну рассказывай! Успокойся, стой. Изабелла. Эй, посмотри на меня. Что тут случилось? Куда делись все твои люди? Вы же меня не убьёте? Нет. Я вам покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тёмная лаборатория. Ну и что же вы тут так усердно прячете? Что это за чёртово место? Что это за чёртово место? Что это за чёртово место? Так что это? Мы должны хранить назначение и устройство приспособления втайне. Втайне? Короче, ты не знаешь, да? Нет. Но вы же его построили. Мы его нашли в двух километрах под землёй. Доктор Райзер переместил его сюда, чтобы уменьшить его воздействие. Хорошо. Если вы его переместили сюда, откуда оно взялось? Мы должны хранить назначение, и... Этого тоже не знаем. Хорошо. Не знаете, что это такое, откуда оно взялось, но вы сидели и пялились на него три месяца. И что узнали за это время? У него есть язык, который мы не можем прочитать. И мы не знаем материал, из которого он состоит. Земного ли он происхождения? Можешь повторить языком для школьников, пожалуйста? Она говорит, что он не с земли. Она говорит, эта штука... ...оттуда. Это всего лишь теория. Чё? Это место что? Копперка сосраны из зоны 52? Вот зачем вы скрыли этот регион пораньше. Сами хотели его изучить. Остановимся на том, что нам достоверно известно, а, Майк? Ты нам так и не объяснила, как ты сумела выжить. Я была в комнате Фарадея. Фаракаво? Ты шутишь? Майкл Фарадей, 19 век. Простите, умник. Я не смотрел свою игру на прошлой неделе. Чистая комната блокирует электромагнитные поля. Поэтому я и выжила. Выжила что? ЦРУ нас закрывало. И не объяснили, почему. У нас было 20 минут, чтобы покинуть здание. Я лишь хотела забрать опрос цепочв из комнаты Фарадея. КОНЕЦ Мне просто повезло. Мне за это не платят. Всё правильно. Пришельцы бы ответили контрмерами. Контрмерами? Чувак, я кучкой пепла не стану. Эй, хорош нести бред оба. Поняли? Никакого обреда тут нет, лейтенант. Были случаи. Встречи НЛО ещё во времена Рузвельта. Это всего лишь теория. А я вам говорю. Торт, послушайте. Мы можем иметь дело с доказательством инопланетной жизни. Вот почему эти ЦРУшники так всех напугали. А у меня ведь было плохое предчувствие с самого начала. Я знал это. Это пришельцы. Эй, всем успокоиться. Джонзи, Торт, заткнитесь. Сейчас нам нужно. Слушаться, лейтенанта. Ладно, парни, я понял. Адреналин у вас зашкаливает. Но нам нужно закончить миссию, так? Торт, забирайся на крышу и восстанови связь с главштабом. Скажи им, что мы её нашли, и эту чёртову штуку нашли, и мы готовы к эвакуации. Сигнал не поймаете на крыше глушилки. Об этом не беспокойся. Он чёртов технологический гений. А мы сейчас приготовим эту хрень к эвакуации. Чего? С ума сошёл? Нам её сдвинуть надо? Да. Это наша миссия. Ещё раз, кучкой пепла я не стану, и точка. Успокойся, Джонзи. Дураков из нас делаешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что ты об этом думаешь? Честно, брат, не знаю. Не знаю, с чего начать. Понимаю. Просто не показывай это ребятам. Я ничего не показываю, Майк. И мне твои советы по управлению командой не нужны. Да, они нужны. В порядке, говоришь? Лейтенант, торп на связи, прием. Какие новости? Ну, она была права. Блокируют сигналы дальнего действия. Радио, телефон. Тихо, как на Западном фронте. Хорошие новости есть? Это стандартный GSM. Перезагружаю. Что, если они не просто так блокируют сигналы? Нам нужно сообщение. Я знаю, но нужно это обдумать. Это ты мне говоришь? Замечательно. Да, тебе, придурок. Итак, зачем они врубили эту глушилку? Она же для чего-то приспособлена. Есть записи. Йоу! Оно что-то делает. Тор, подставайся на связи. Что оно вытворяет? Я не знаю. Раньше такого не было. Лейтенант, эта глушилка предназначалась не для нас. Появился сигнал, более сложный, чем наш. Судя по телеметрии, он исходит от приспособления. Наверное, домой звонит. Беспилотник поймал сигнал. У нас гости. Самолет наших? Это не подкрепление. У них нет воздушных сил. Не истребитель. Что-то другое. Что-то большое. Покажи запись. Поворачиваю камеру. Ну что, Майк? Ничего. В прямом смысле. Ну что-то же там должно быть. Ничего там нет. Парни, до какого хрена? Эй, Торп, что ты видишь? Там самолет или что? Торп? Торп! Твою мать! Дерьмо! Майк, ты со мной. Джонзи, охрани эту штуку. Если будет что творить, сообщай. Что творить? Ты шутишь? Связь каждые пять минут. Не волнуйся. Мы профессионалы. Дрон! Походу, его кто-то сбил. Нет, его не сбивали. Нет, его не сбивали. И топливо у него оставалось. И топливо у него оставалось. Он во что-то врезался. Будьте на чеку, парни. Видишь что-нибудь? Ничего. Ладно, уходим отсюда. Дерьмо! Бьют прицельно. Эй, Торн, видел, откуда по нам бьют? Слышу вас, лейтенант, но не вижу никакого судна. Они по нам опять будут стерлять. Предупреждай нас. Понял. Черт, берегись! Все еще не попадают. Походу, их наводчик Стиви Вандер. Могли бы и получше. Ага. Какого черта? Может, десантники? Парашютов не вижу. Нам нужно атаковать. Я знаю, что нам нужно. Ребята, слушайте все. Никто по ним не стерляет, пока они не откроют по нам огонь. Все поняли? Мы не знаем, враждебны ли они. Они наш дрон сбили, надо их грохнуть. Вас понял, они у меня на прицеле. Жду указаний. Трис? Эй! Это запретная зона. Забирайте солдата и уходите. Это запретная зона. Забирайте солдата и уходите. Последнее предупреждение. Уходите, или мы откроем огонь. Ну и что сейчас, Крис? Джонси, готовься. Похоже, сейчас начнем. Черт, они нас сканируют. Огонь! Стреляй! Стреляй! Отступаем! Отступаем! Назад! Назад! Я иду наверх. Стой, ты не можешь меня здесь бросить. Я не оставлю ребят умирать. Джонси, прием! Майк, у вас там праздник какой-то? Нет времени объяснять. Нужно все запечатать. Нет, мы окажемся в запертии. И сдержать их. Эй, я не знаю протокола блокировки. Да, но она знает. В лобби. Панель управления. Возьми, это понадобится. Хорошо. Защищайте форт. Джонси идет. Знаешь, как стрелять? Держи палец на курке, только когда собралась стрелять. Ни на кого не направляй. Если будешь стрелять, стреляй. Если увидишь зеленых человечков. Джонси! 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 Нажимай на курок, не тяни. Эй! Да. Берегись! Дверь не выдержат. Давай, Джонси, где же ты? Майк! У меня карта. Трис, хочу тебе кое-что сказать. Не надо сопли борта. Это важно. У меня есть карта блокировки дверей. Джонси, ложись! Джонси, кидай карту. Лови. Крис! Деремо. Джонси, ты как? Я ж говорил, пришельцы. Деремо. Я не могуса. Деремо. Я взял. Блин, чувак, больно. Заткнись, ты как ребёнок. Ты выжил. Ребята, у меня половина патронов. Пересчитайте свои быстро. Ты про патроны, которые исчезают? Слушай, мы точно знаем, что наверху четыре врага. Мне плевать с Марса, они или из Миссури, понятно? Эй, сможешь дать доступ к камерам? Я хочу за ними следить. Да, пять минут. Следить за ними? Нахрена тебе это? Мы знаем, чего они хотят, эту штуку. Послушайте, отдадим её им. А мы знаем, что это? Может, это атомная бомба? Майк, а ты как думаешь? Эй, когда взрыв убил твоих коллег, животные снаружи тоже погибли? Да. Но растения выжили. Почему ведёшь? К тому, что эта штука выбирает, кого убивать. Понятно? Я думаю, что всё это глобальная операция. Три месяца назад они сбросили бомбу, она была пустышкой, а сейчас пришли работать над ошибками. Поэтому ЦРУ сказала вам уйти. Они знали, что здесь враги, но глушилка это всё скрывала. Поэтому мы здесь. Просто спекуляция. Это разумно. Зачем ещё им здесь быть? Доберутся до этой штуки, смогут уничтожить человечество, нажав на кнопку, и это будет их новой планетой. Вторжение. Точно. Вторжение. Вторжение. Ты что, прикалываешься? Чувак, такое тело нужно питать каждые несколько часов. И проголодался. Мы разбираемся с худшим кризисом столетия, а ты протеин свой пьёшь. Знаешь, Торп, ты мне нравишься. Правда. И поэтому... Я научу тебя кое-чему. Эй. Что? Тут немного жарко. Да? Не думаешь? В лаборатории температура ниже комнатной, поэтому мы носим халаты. Наверное, мы просто более изолированы, чем другие. Может, потому что у тебя футболка, как у подростка. А ты как думаешь? Я, пожалуй, пойду. Имбецил. Мужик, послушай, я знаю, что мы немного повздорили. Да, иногда бывает, ничего страшного. Да, но проблема в том, что ребята теперь стали слушать тебя. Просто мышечная память, и всё. Нет, Мэйк, затем ты вошла в вкус и стала раздавать приказы. Тоже мышечная память. Эй, ребята, сюда! Это они? А ты думала, там зелёные человечки? Нет, думала, они будут похожи на нас. Эволюция линейна, и идёт по прямой. Она права. Неудивительно, что они двуногие. Экстрабиология полагает, что они будут похожи на нас. И в чём-то они очень похожи. Смотрите, как двигаются. Видна тактика. Определённо военная. Или что-то в этом роде. Что они строят? Что это? Похоже на щит. Плазменный или электрический. Баррикада, чтобы не выпустить нас. Откуда знаешь? Мы сделали бы такие же. Ладно, парни. У нас четыре хорошо обученных противника, и они заперли нас здесь. И положили глаз на оружие массового поражения, которое уничтожит планету. В теории. Нужно подкрепление. Чувак, сможешь ли ты как-то наладить связь со штабом? Может, ЦРУ про них знает? Я видел провод на крыше. Могу попробовать через телефон, но кому-то придётся починить линию. Хорошо. Где это? Чёрт. В холле. Откуда мы пришли? Фантастика. Ладно. Торп. Наблюдаешь. Мы все наверх, на случай, если это место снова превратится в тир. Пошли. Ну-ка, расстрелим инопланетный зад. Что это? Ничего. Не похоже на ничего. Это кот, да? Нет. То есть, да. У меня диплом по биологии, но я увлекаюсь языковой теорией. Шифрование. Знаю. Это ужасно скучно. Буквенно-пиктографические системы? Да. У меня есть теория. Я считаю, что их язык больше, чем просто набор слов. Это эмоции, ощущения, математика, наука, астрономия. Совершенный язык. Но пока не определила траекторию. Здесь написано, что символов было больше. Да. Это может быть как процент мощности. Как батарея. И может быть обратный отсчёт. Ещё одна теория. Слева чисто. Справа чисто. Всё чисто. Вы, парни, говорили, что они останавливали поле, да? Да. Тогда нахрена мы взяли пушки? Ну, если хочешь бросить свою, то, пожалуйста. Верно, лейтенант? О, да. Мы знаем, что армейские санитары не любят носить тяжёлое. Я припомню вам, когда вы двое получите пули в зад. Идём. Подходим к холлу. Чисто. Чисто. Пошли. Пошли. Стальная дверь не повреждена. Они всё ещё снаружи. Делай. Эй, а как ты узнаешь, какую линию подключить? Старая система до Wi-Fi. Должны быть один или два провода. Отлично. Дерьмо. Ты же сказал, о, там всего-то два провода. Да, да, не я один провалил информатику, бро. Ладно, слушай, чувак, это не так уж и сложно. Да вообще-то сложно. Майк, вставь уже провод. Я знаю, что делать. Чувак, красный провод, он всегда важный. Джоузи, заткнись. Лейтенант, они прямо за дверью. Чёрт. Роджер вас понял. Мы сейчас в зоне поражения. Что он делает? Делаю. Вообще-то, сэр, думаю, это она. Мне насрать. В юбке она или на каблуках. Понял, что эта тварь делает? Она исчезла. Ой, что значит, исчезла? Не знаю. Может, в камере помехи, но её там нет. Тогда где она? Всё, подключил. Ложись! Чёрт, нет! Ложись! Джонзи, ты жив? Ты убил её? Думаю, да. Стой, Джонзи. Осторожно с этим. Где она? Где? Я убью её. Не знаю. Они очень быстро передвигаются. Вы издеваетесь. Вниз! Джонзи, вниз! Джонзи, неси эту хрень в лабораторию. Я знаю. Хватай телефон. Беги! Давай, давай! Пошли, пошли! Давай, бежим! Джонзи, как ты, приятель? Они проникли. Эти мудаки умеют телепортироваться. Здесь творится какая-то херня. Это то, о чём я думаю? Если я думаю, что это лучевой пистолет пришельцев, тогда да. Он совершенен. Джонзи, чувак, я сказал, что я в порядке. У нас проблемы поважнее, чем я. Ну что? Латы слиплись друг с другом. Поджарился. Да и мы тоже. Мы тоже? Что значит, мы тоже? Он имеет в виду, что у нас почти нет боеприпасов, и что это был наш единственный способ вызвать подкрепление. Так что без этого они начнут искать нас через... семь часов. Семь часов? Мы не выживем за эти семь часов. А как он и сказал, будет жарко. Ты же знаешь, что мы понимаем тебя, да? А как же то оружие? Бьём их же лекарством. Не, не работает. Оно как-то связано с их ДНК. Какая-то другая херня. Мы все умрём. Мы умрём. Нет, не умрём. Мы морские котики США. И мы не сдаёмся. Не сдавались и не будем. Какая у нас обстановка? Мало оружия? Ладно. Противник супероружием? Ничего. Но мы у них под прицелом. Это так. Но им не хватает одного. Лидера. Того, кто всегда прикроет твою задницу. Такой, как наш лейтенант. Мой брат. Крис. Ждём приказа. Хорошо. Майки, ты заметил, когда Лазар ударил по радио, эта тварь как будто сошла с ума? Да, как будто у неё мигрень. И что ты хочешь сказать? У них аллергия на телефоны? Да. То есть, нет. Электролокация. Как у летучих мышей? Нет. У них эхолокация через звук. Эхолокация, чтение электрораздражителей. Так ловят добычу дельфины. И акулы. Они видят электричество. Они даже могут видеть электричество внутри тела. Значит, когда он увидел телефон, у него нарушилось зрение? Скорее, сильно активизировано. Вроде того, когда в глаза направляют луч фонарика. Похоже, на щель в броне. Ты к нам что, спирлять в них электроникой? Да, но этого недостаточно. Вам, ребята, нужно что-то побольше этого. Есть идеи? У меня есть идея. Это здание работает от резервного источника питания, но у главного генератора энергии на весь город. Взорвем его, и он их ослепит. Правильно, но всего на минуту. Я с этими ублюдками и за минуту справлюсь. А где генератор? А вот это плохая новость. На первом этаже. Кому-то придется проскользнуть мимо монитора в холле. Стойте, у меня идея. Костюм Фарадея. Это как комната. Но это костюм. Он спрячет электрические импульсы нашего тела. Мы станем невидимы. Класс. А у вас, случайно, не завалялись тут четыре таких? Это прототип. Ладно. Давайте еще раз. Один из нас в костюме. Пробирается в комнату с генератором, зарывает его, а потом, когда они слепнут, мы выкуриваем их. Чтобы сработало, нужно собрать их всех в одном месте. Приманка. Начинайте собирать всю электронику. Радио, телевизор и тостеры, что угодно. Все, что имеет электрический заряд. Йоу-йоу-йоу, поаккуратней с блендером. Это же нутри Гриндер Плюс. Я заберу его домой, когда все закончится. Джонзи. Слушай, сложно найти нутри Гриндер Плюс, лейтенант. Его нет даже на ebay. В нем больше ват, чем лампочек в доме. Эта штука делает лучшие в мире протеиновые коктейли. Слушай, мне нужны протеиновые коктейли, ясно? Я не прогнусь под это дерьмо. Ладно, возьми блендер. Спасибо. Ты что делаешь? Он один, бро. Да, ну пойду я. Тогда кто возглавит нас? Я займусь этим, ты другим. Знаешь что? Ты наденешь костюм. Это приказ. Остальные на свои позиции. Фуя! Фуя! Парни, пришелец передо мной. Не двигайся. Он не видит тебя, если не шевелится. Музыка. 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Через сколько они получат сообщение? Майк, ловушка готова. Повторяю, ловушка готова. Иду по главному коридору. Вижу комнату с генератором. Изабелла, кажется, это не та комната. Изабелла, черный здесь. И кажется, он видит меня. Это невозможно. Похоже, как будто разглядывает меня. Изабелла, он смотрит прямо на меня. Статика. На английском. Статика. Костюм блокирует твои электроимпульсы, но накапливает статическое электричество, когда ты ходишь. Ты шутишь? Чем больше ты ходишь, тем больше статического электричества он видит. Ты должен снять статический заряд. Белла, не слышу тебя. Подскажи мне. Что бы ты ни делал, не трогай ничего металлическое. Да плевать. Прямой огонь. Изабелла, где генератор? Этот урод бежит за мной. Ладно, проверь комнату 186. Огонь. В любой момент, Майк. Прикрой. Заканчиваются патроны. Атака слева. Изабелла, я внутри. Слышу, он ломится сюда. Это трехдюймовая стальная дверь. Думаю, она не выдержит. Он не сможет войти. Кажется, то, что надо. Что делать теперь? Ключ на стене. Да ладно. Прямой огонь. Перезарядка. Что они делают? Почему не стреляют в нас? Черт, они расходуют наши боеприпасы. Стреляйте по электронике. Только не в блендер, не в мой блендер. Нет! Джонси! Он что? Да. Меня уже достало. Мне очень нравился этот блендер. Черт! Черт! Что? Что? Задолбало меня. Майк! Давай, ты нужен нам. Я пытаюсь. Я морской котик, а не швейцар. Я морской, мать его, котик. Черт! Нет! Нет! Здесь красиво. Ждем. Ждем. Проснись и пой. Вали их. Уничтожь их. Давайте, суки! Лейтенант! Все! Все чисто, Майк. Они ушли. Джонси, ты в порядке? Это я. Получилось? Да. Думаю, да. Крис! Черт возьми! Давай, Майк, пошли. Уходим. Чего вы хотите? Чего вы хотите? Эй, что вы хотите? Эй, что вы хотите? Что вам надо? Скажите, что вам надо от меня? Эй! Что вам надо? Отвечайте! Мы возьмем все, что у нас есть. Там засада, и не похоже, что они хотят вести переговоры. Да мне насрать на них. Криса нет. Я здесь отдаю приказы. Сила. Вот что они понимают. Стой, подожди. Я не знаю, чувак. Я видел их мир. Что? Когда он телепортировался, я видел их в город. В виде ракушки. Там было спокойно. Ракушка? Да. Похоже на это? Точно такая же. Последовательность Фибоначчи. Простите, что? Последовательность Фибоначчи. Это математическая модель. Она встречается в природе везде. Раковины, ДНК и так далее. Я пыталась читать их язык по прямой. А что если по спирали? Это та самая траектория. Верно. Что вы делаете? Эта штука бомба. Не думаю, что это бомба. Это бомба. Быть на чеку. Думаю, у нас есть разменная монета. Продолжение следует... Ты как? Веселюсь. Ты? Тоже. Изабелла! Твой выход! До шести с половиной тысяч рублей в один Иксбет при регистрации по промокоду Шерлок. Три дороги. Три дороги. Три music. Это была не бомба. Спасательная капсула. Разбился здесь. С тех пор они его искали. Ладно. Слушайте сюда, ублюдки. Отдаёте мне моего брата. Я отдаю вам его. По рукам. Всё под контролем. Бросить оружие. Это приказ. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Даже не попрощались. Последовательность Фибоначчи. Что ж... Какие планы, лейтенант? Может, попью? Может, попью? Вас понял. Чем больше я думаю, тем больше уверен, что мы должны придерживаться версии, какой планировали. Потому что сказать им правду. Эй, ребята, меня похищали, это как... И опять же, я совсем не помню, что там происходило. Нашли артефакт. Нашли артефакт, который оказался ребёнком в Скорлупе, костюм, который делал меня невидимым. Джонси вообще между мирами гулял. Да бред сумасшедшего. Точно. Они наверняка отправят нас в отставку. Просто скажем, что мы получили то, что сказал Торп. Да, мы обнаружили место взрыва, и там уже был сбитый дрон. Лаборатория была пуста. Там был всего один выживший учёный. Мы допросили её, чтобы проверить версию. Но она ничего не помнила. Да. Мы записали restoration и завести, чтобы мой собственный организм был никогда не сумасшедший. Бребен, чего я все parti. belief, что все ориented за бриà твою плену и лопом природа وهи бы за края. Продолжение следует...